Здравствуйте! Мы продолжаем разговоры на политической кухне салона Нольте. Я напоминаю, что это совместный проект сайта Слухи и Факта и кабельного оператора Интеркомтел. Сегодня у нас в гостях. Я Алексей Машкевич, редактор журнала «Тысяча экземпляров». Принимаю своего гостя Николая Юрьевича Корчагина, предпринимателя, депутата областной думы пятого созыва, кандидата в областную думу шестого созыва и, как вы можете понять по его цветущему виду, члены, естественно, партии «Единая Россия». Здравствуйте, Николай. У меня вот такой вопрос первый. У нас как-то на резонансные дела в городе хорошо идут резонансные дела последнее время. Особенно перед выборами. Ну, не знаю, наверное. В связи с делом Дмитрия Сиганова сначала хотел вам спросить. Я вот все чаще слышу такое мнение, что зря Дмитрий Львович пошел в политику. Сидел бы себе спокойно в бизнесе, и ничего бы ему не было бы. И вот у меня в связи с этим вопрос к вам. Почему для депутата, если он единорос или справедливорос, депутатский мандат в Ивановской области – это как бы защита от всего и пропуск везде. А если, значит, идет бизнесмен от оппозиции, то для него тюрьма. Ну, я вообще не считаю, что депутатский мандат – это какое-то защитное средство от налоговых органов или каких-либо правоохранительных органов. Я, например, имея этот мандат, абсолютно так же проверяем, абсолютно так же наказуем, как и другие предприниматели, другие представители бизнеса. То, что Дмитрий Львович решил пойти в политику, я считаю, это его личное мнение и личная инициатива. Поэтому, ну… Решил-то он пойти решил. Почему ни одного предпринимателя не снимают, а его сняли? Забрали. Забрали. Наверное, очень много за ним чего-то было того, за что забрали. То есть вы считаете, что это не связано с тем, что он пошел в эту оппозиционную партию? Возможно и связано, возможно, не связано. Но, тем не менее, я считаю, что просто так человек снять выборов невозможно. Ну, сейчас, если брать историю со всеми, так сказать, популярным оппозициями господина Навального, ну, тоже сняли с выборов. Но я знаю, что человек, занимаясь лесом, ну, не бывает, так сказать, бизнес достаточно такой вот серый и, ну, наверное, что-то есть там тоже очень нехорошее, за что человек, как бы, и подвергли этим наказаниям. Ясно. То есть всем кандидатам совет, если ты бизнесмен, лесом не занимайся, занимайся рыбой, и все будет хорошо. Почему ты рыбой? Давай, 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 я бы сказал, да, честная работа. Честная работа, ясно. Но, в любом случае, вот в нынешнем САЗИ, в том, который был, в пятом, в областной думе очень много депутатов, бизнесменов, и все вы идете на выборы, все вы вкладываете в избирательную кампанию такие немаленькие деньги. Для чего же вам мандат? Я, если говорить про себя, то у меня деньги на выборы идут очень скромные, потому что я пять лет работаю в своем округе, и можно на ты, потому что мы давно давно его знаем, потому что ты прекрасно знаешь, что у меня работают мои приемные, работают регулярно, мне огромные деньги тратить между выборами не стоит. Но, как сказать, на приемные, опять же, в приемных работах. Так зачем? Зачем? Вот тебе это зачем? Ну, знаешь, видимо, уже это стало какой-то профессией. У меня все-таки 13 лет депутатского стажа есть не у всех, и избираюсь я всегда с достаточно большим отрывом от моих конкурентов. Наверное, и есть за что меня выбирать. Ладно, у нас не агитационная передача. Совсем недавно, совсем недавно в Курьянове со своим коллегой по Думе Павлом Поповым, вы там чуть не до драки нашли, и он даже написал заявление в ВВД и ФСБ. А что было? Слушай, я не знаю про эти заявления, никто ко мне не приходил, и никто меня не арестовывал. Но ситуация была какая. Значит, Курьянов все-таки мой избирательный округ, которым я проработал 13 лет, я там создавал ТОС, территориальный орган самоуправления, и этот, значит, орган самоуправления, он организовывал там праздник. Праздник, причем без всякой политической агитации. То есть была... Ты там случайно оказался? Нет, я не случайно. Я, во-первых, я еще и достаточно недавний житель Курьянова. Ясно. Вот. У меня и сын там живет, поэтому я там появляюсь достаточно часто и знаю там практически, ну, очень многих людей, кто там проживает. Вот. Я приехал вообще практически как Курьяновец даже. Ну, естественно, меня как депутата, который всегда избирался по этому округу, пригласили там выступить. Но условие мое было выступление вообще этого праздника, чтобы там не предусматриваться никакой политической агитации. Ну, когда вдруг залетают в «Газели» известные партии, с желтым цветом, с одними, с шариками, с флажками, становится как-то не по себе. Грустно. Да. Вот. Но тем не менее, люди вышли на сцену. Значит, один из них выступил. Правда, народ его не слушал там. А заявление-то за что он писал? Я не знаю. Вот. Вот. Пусть предоставит хотя бы один материал, хотя бы вот. Я у жителей сам спрашиваю, а вот что я говорю? Вообще, это не мой сленг. Ну. Я могу выражаться, но не так. Я в курсе. Но не такими словами. Хорошо. Ну, мы на самом деле давно знакомы. И вот я помню, как в пятом году ты избирался в городскую думу депутатом, независимым и избирался на такой жесткой критике «Единой России». Я не критиковал тогда, Паш. Ну, ты… Я… Вот знаешь, вот моя позиция во время выборов, я никого не критикую. Я могу рассказывать про то, что я делаю. Критика… Ну, вот у меня осталось все… Критика не мой хором. Хорошо. А в облдуму в восьмом году уже шел под гидой «Единой России» и всячески ее пропагандирует. Как вот так за три года мировоззрения? Ну, во-первых, я пропагандой не занимаюсь. И опять же, я рассказываю про себя, про депутата-одномодатника, да, члена партии «Единая Россия» и рассказываю то, что я могу сделать в округе, то, что я делаю в округе. У меня достаточно богатый опыт работы, и ты это знаешь не по словам, что я люблю… Без агитации, всё-всё-всё-всё-всё, и всё-таки вот так вот «Единая Россия» – это та партия, единственная партия, да, получается? Алексей, знаешь, да, я какое-то время даже в городской думе был против фракционности, но когда вся область стала жить политикой, конечно, я не тоже деваться не был. Я выбрал ту партию, с которой мне решать проблему округа гораздо легче. Будучи в оппозиции, ну, можно там покричать… Я вообще считаю, знаешь, что легче ничего не делать и стоять как против всех, как в известном мультфильме в «Объега». Согласен. Да, вот. Но если я взял на себя всё-таки обязательства и стал членом партии «Единая Россия», то мои негативные какие-то действия по работе моей, они скажутся и на рейтинг партии. И я уверен, что вот те мои… та моя работа за пять лет, она должна всё-таки повлиять на… В сентябре, сразу после выборов, в Иванове начнёт работать Народный фронт, в который перешёл Владимир Путин, бросил вашу «Единую Россию», стал лидером Народного фронта. Ты собираешься вступить в «Единую Россию»? Вот знаешь, коротко, всё, давай дальше. Городские единороссы проводят сейчас асфальтирование, и городские, и вы. Вот как так получается, что вся городская дума принимала бюджет, по которому идёт асфальтирование, а пользуется этим только «Единая Россия»? Это потому, что договорились с представителями других фракций, или потому, что работают машины депутата единоросса Фирояна, и он только ваши даёт флаги вешать? Смотри, я по поводу асфальтировок. Особенно претензии в мой адрес. Во-первых, те дома, которые включены в программу, включал лично я, потому что я сидел, один из депутатов, в своих приёмных… Но это городские деньги, бюджетные, это не твои деньги. Я не говорю, что это мои деньги, я всем жителям объясняю, что это деньги из бюджета. Но включить двор в программу асфальтировки, да, это моя задача. Да, я вот стоял. И если двор не асфальтировался условно 30-40 лет, и я знал, что в этом году бы он точно был не сделан, и я добился даже через фракцию нашу «Единая Россия», чтобы его туда включили, но лежит им всё равно. Им самое главное, чтобы асфальт был. Ясно. Сейчас весь город говорит о том, что он утворил сын Телмана Фирояна, вашего коллеги. Как вам относится? Ну, для меня это, ну, отцовское горе. Всё, я по-другому это никак не называю. Хорошо, тогда у вас тоже трое детей, Николай, вот как вот вы вот... Вот в данном, в данном, в данном ситуации я бы очень не хотел, чтобы развился какой-то межнациональный конфликт. Потому что недавно у меня ситуация была такая очень хорошая, опять же, вот основанная на этом дурацком инциденте, я уж так назову, в Курьянове, чуть ли не там какой-то спровоцированный межнациональный конфликт. Я после этого лично пришёл к Вариду Смановичу Ляпину, и просто мы с ним по душам поговорили вообще... А, это когда незваный гость... Ну, типа, да, 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 он над этим посмеялся. Ну, это мудрый человек. Вот, действительно мудрый человек, и мы просто с ним поговорили о национальной политике, о том, что сейчас творится. Ни в коем случае вот данному происшествию нельзя предавать какой-то межнациональный конфликт. Ну, вот сейчас город гудит, а вот как вы думаете, если бы пострадал не милиционер, а просто водитель какой-нибудь шестёрки, там, я не знаю, классики, была бы такая... Я думаю, была, потому что в любом варианте всё-таки это был сын, сын депутата, члена партии «Единая Россия», и сейчас перед выборами очень-очень интересно всем это цеплять. А если бы тот, кто бил, был бы славянином и не сыном депутата, но бил бы милиционера? Трудно сказать, чтобы там было. Я ещё раз говорю, что вот в данной ситуации очень сейчас пользуются те партии, которые идут, так сказать, против партии «Единая Россия» на выборах. Это очень-очень великий подарок, но я бы ещё раз сказал, что, ну, нельзя по одному поступку ценить о делах партии состоит из разных членов. Вот я ещё раз говорю, если можно, вот тот комментарий, когда мне... Сейчас в программе «Постскриптум». Спасибо, Николай, это всё. Напоминаю, что у нас в гостях был депутат, уходящий областной думы пятого созыва Николай Юрьевич Корягин. Корчагин. Корчагин, конечно, ведь я тоже волнуюсь. От члена фракции «Единая Россия», член партии «Единая Россия». Я, Алексей Машкевич, с вами прощаюсь, до свидания. А Николай сейчас в рубрике «Постскриптум» скажет то, что он не успел сказать на передаче. Спасибо. Я хотел весёлую историю рассказать из личной жизни, да, и жизни моей семьи по разговору с сыном. Сын у меня однажды увлёкся такими оппозиционными идеями. И начал тут рассуждать про эти клише, там, вот, «Единая Россия», там, партия жуликов-воров, и всё. Я начал рассуждать. Говорю, сын, вот ты знаешь меня. Я ведь и не жулик, и не вор, ну, подумал, да. Я говорю, я знаю ещё людей, которые в партии есть, и кто тоже не жулики и не воры. Он, ну, да. Тогда, говорит, может, тогда партия, если вот кто-то был где-то заменьшен, тогда партия не только жуликов-воров. Ну, наверное, да. Ты, говорю, это можно, говорю, и применить и к другим партиям. Он сказал, ну, да, тогда вы все одинаковые. Он, да. Всё, больше оппозиционным взглядом не страдает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова